Каждый сет это обособленный мир. И конечно он должен быть не только красивым, но и функциональным. Он должен быть удобным. И если красотой отдельных фрагментов, выращиванием прекрасных цветов многие худо-бедно справляются, то вот собрать все воедино и сделать целостную картину, это уже бывает намного сложнее. В самом деле все просто. И первое это выбор структуры будущего сада. Это первый шаг. Есть несколько характерных типов планировки пространства. И это касается не только всего сада, но и отдельных его частей. Ну, например, внутреннего дворика. Итак, первый тип это сад-комната. Небольшое открытое пространство с зелеными насаждениями по периметру. Планы таких садиков очень часто встречаются в английских книжках. Подходят для внутреннего дворика, то есть для той части сада, что за дом. Плоская середина обычно включает в себя патию, небольшой газон четкой формы, иногда водоем. Плотный древесно-кустарниковый миксбордер с включением многолетних и однолетних растений по краям надежно защищает и от посторонних взглядов, и от ветра. При сравнительно небольших размерах в таком садике есть все, что нужно. Есть где отдохнуть, есть на что посмотреть. А теперь представьте на минуту, что все те же самые растения были бы высажены на газоне нашим любимым, испытанным временем, квадратно-гнездовым способом. Или в грядках. Вместо уютной комнаты под открытым небом мы получили бы невнятные посадки, отсутствие какого бы то ни было жизненного пространства в саду. Пропало бы приятное ощущение изолированности от окружающего мира, а о выкашивании газона вокруг каждого растения лучше не думать вообще. Следующий тип в некоторой степени является разведием предыдущего. Это сад-квартира, то есть несколько комнат, система перетекающих друг к другу пространств, разделенных живыми изгородями, перголами или просто массивами зелени. Это удобный многофункциональный вариант. Сад, который нам предстоит увидеть, можно отнести скорее ко второму типу планировки. Английский сад, который вам предстоит увидеть, очень интересно решен. Он поделен решетками, перголами на несколько частей, естественно, на которых растут вьющиеся растения, что затрудняет увидеть этот сад целиком. Как сделать маленький сад зрительно большим. Вот это вот один из секретов. И сразу пространство это не просматривается. Но когда вы будете ходить по травяным дорожкам, то вы увидите отдельные композиции. Эти отдельные композиции очень хорошо продуманы. И обязательно там есть центр композиционный. Там и высокие растения, архитектурные растения, которые мы с вами уже знаем. Но в том числе там очень много малых скульптурных форм, очень интересных. И вы увидите, как эти скульптурные формы, каждый фрагмент сада, они его делают очень интересным, красивым. Они отвлекают ваш взор. И когда вы ходите, вам интересно посмотреть это все. Вы увидите там два водоема совершенно разным обрамлением, оформлением. Когда вы проходите каждый этот фрагмент, вы очень заинтересованы им. И его стараетесь получше рассмотреть. И растения, которые там посажены. И вот эти вот малые формы. А благодаря этому вы опять отвлекаетесь и не видите границы сада. Вы сосредоточены на этом фрагменте. И это уже второй секрет. Как визуально увеличить маленький сад. Посадить просто много красивых цветов. Это все равно, что пойти в магазин и накупить гору какой-то ненужной одежды, которую потом вы носить не будете. Нужно прийти в магазин с четким знанием, что вам нужна именно вот такая вещь. И вы будете... Причем вы долго обдумываете каждый фрагмент сада. Как его скомпоновать, как сделать. Не только по... Чтобы это шло по цвету, но и по форме листьев, и по высоте. И в том числе, чтобы туда очень хорошо вписывались эти малые элементы. Как раз на этом фильме мы поучимся и посмотрим, как можно маленькую совершенно территорию превратить во что-то большое и очень интересное. Незагроможденное растениями и цветами, где все продумано и где для каждого растения найдено свое четкое место и свое четкое решение каждого фрагмента. Итак, давайте в путь. Предлагаю посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 А стильбы с гортензией. А вот еще один композиционный узел, в центре которого паилка для птиц. А это, мне кажется, самый оригинальный композиционный узел, центром которого стал красное такое сооружение старинное. И обратите внимание на замечательную композицию из растений. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч. Если вам понравился фильм, ставьте, пожалуйста, лайки. И подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok